Ребят, всем большой привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы подробно разберем 116F3, все его плюсы, минусы, броню и тому подобное. Закончилось у нас событие на глобальной карте, никакого чифта и на нету, и многие игроки задумывались, а что же брать? Всякие М60, 121Б, ну, так или иначе отпадают, да, можно и за бону приобрести. Допустим, Т95Е6, ну, танк сомнительный, сможет реализовать не каждый, поэтому игроки сомневаются. Дальше идем, какой-нибудь 907, старая добрая классика, но уже вроде бы многие игроки там прокачали 140, им нравится, да и кто 907 хотел, уже давным-давно забрали на ГК. Кара, ну, такой себе сомнительный вариант, и остается либо же китаец, либо ВК7201К. Ну, по поводу китаеца, как бы, сейчас мы поговорим, а по поводу ВК у меня есть отдельные видеоролики, можете посмотреть на данную тему. Ну, сегодня мы с вами будем обсуждать нового китайца. Данный видеоролик для тех, кто его взял, ну, и для всех остальных, которые будут встречаться против него в рандоме. Приятного вам просмотра. Ну, а первое то, с чего нужно начинать, это бронирование данной машины. Как же оно устроено и что здесь есть? Если смотреть с виду, то данный танк чувствует себя, в принципе, неплохо. То есть, даже если мы ставим какой-нибудь 120 мм калибр, заряжаем среднее бронепробитие 265 на ББ, что мы видим, то, в принципе, этот танк будет танковать этот снаряды с завидным постоянством. Либо рикошеты будут, если чуть выше брать, если ниже, то не пробитие. Есть еще и нижний бронист. Здесь показывается, что результат пробития 33%, 287 мм. Но, если под более, скажем так, правильным углом, то это уже, соответственно, начинает пробиваться. Но, если немного доворачивать, я не могу сказать, что он прям сверх, как этим нижним бронистом танкует. Иногда какие-то, ну, СТ, скажем так, 9 уровня не с супер хорошим бронепробитием. Там десятки, некоторые могут потанковать, особенно если немножко доворачивать. Конечно, для восьмерок это очень, действительно, ну, тяжелая цель для пробития именно со лба. Поэтому нижний бронист, ну, сойдет. Здесь 195 мм. Ну, это ли не плохо, правильно? Это хорошо. Поэтому это плюс. Плюс здесь 195, здесь 195, здесь есть вот такая вот плита. Ну, небольшая, небольшая. Она здесь 285 мм. То есть, это прям очень неплохо. Что касается башни, то здесь с этим, в принципе, все довольно хорошо. Пробивать его можно. Есть вот такие вот небольшие зоны, куда можно попытаться, в принципе, пробить. Если мы поставим, ну, какой-нибудь кумулятив в 340, который есть у 260, у 430, у 277 и тому подобных машин. Ну, как видите, если кинуть приблизительно вот где-то рядом с орудием, то шанс есть 50 на 50. То есть, можно попытаться пробить, можно не пробить его. Но, в принципе, танкует данный танк отменно. То есть, у него здесь очень хорошо танкует и ПТ-10 на голде. С этим справляется. Но есть вот такие вот комбашенки, которые пробиваются. Да, здесь по всей площади есть такая вот небольшая плита. Она очень-очень маленькая, но выцелить ее можно. Да, было бы что выцеливать, это мы выцелим. На какой-нибудь вертухе советской точно все зайдет, пробьет. Но, признаться честно, если играть от венов, как бы, от рельефа, да, то крепкую башню действительно тяжело пробить. Что касается бортов. Это очень интересная тема, потому что вроде бы стоит вот так. И многие могут подумать, ну, куда его здесь пробивать. Но, если включить коллизию и посмотреть, то здесь вот такая вот зона вырисовывается, 120 мм. Она находится вот в этой передней части. То есть, всегда можно ориентироваться сюда. Видите, здесь самое слабое место. И, потому что башня закругленная, здесь вот такое есть небольшое закругление, просто за корпусом ее не видно. И как бы он не становился ромбом, всегда эту зону можно выцелить. И всегда ее можно пробить. Просто нужно приблизительно понимать, где она расположена. Не так сложно. Вот она сразу же есть. Если он даже вот под таким выезжает ромбом, ее все равно можно увидеть. Это большущая проблема на этом танке. Первое время, конечно, многие не будут понимать и знать, куда его пробивать. Но, как только вы выучите, приблизительно видя вот эти вот ракетницы, да, берите, ну, вот они здесь, берите немножко левее. То есть, это прям очень-очень такая простая тема. Вот они ракетницы, вот сюда немножко левее берите. То же самое здесь. Вот они есть, берите чуть-чуть здесь правее. Ну, соответственно, да. Все максимально просто. И будет он пробиваться даже под самыми, ну, вот такими дикими углами. Здесь все равно есть вот такая вот зона. Опять-таки, вот они ракетницы. Немножко правее берите, и у вас будет залетать все бронепробитие. Даже если будет у вас плохое бронепробитие в районе где-то, ну, 235 на 10 уровне. У кого такое есть? Ну, я не знаю, какие-то ТВП, и то пробивается. И в этом самая главная его проблема. Сейчас вы этого будете не ощущать. К нему должны привыкнуть, понять, куда его пробивать, как он играется и все остальное. Но спустя время, как вы не будете выезжать ромбом, даже вот такой угол вырисовывается, все равно вас сюда будет пробивать. Это большая проблема данного танка, с которой вы позже ознакомитесь. Месяца через 2-3, когда вы поиграете, когда уже многие игроки посмотрят гайды, посмотрят коллижен модели и научатся его пробивать. И будет вас просто с завидным постоянством сюда. У вас, да, 8 градусов УВН. Этого не всегда будет достаточно для того, чтобы играть на рельефе. А если попадаете на какой-то ЭНСК или еще что-то прочие, да, какие-то карты, что должен делать тяж? Правильно танковать ромбом. Здесь мы выезжаем под таким вот, казалось бы, углом. Берем вот сюда, пожалуйста, пробитие. Поэтому, если играете на китайце, нужно понимать, что вот эти ваши ракетницы, да, я сейчас отключу коллижен модель, это действительно проблема. А вот, если вы играете против этого танка, что нужно знать? Видите, эти ракетницы не в них, берем вот сюда буквально. То есть целимся, можно даже целиться по последней, если такую линию проводить. Да, вот она по последней. Ну и немножко вот берите ближе к центру от ракетниц. То есть отсюда так, соответственно, вот здесь вот сюда. Все, элементарно, вот этот вот передний отсек, просто цельтесь в него. И вы пробьете, и будет вас ждать успех. Вот такая вот здесь интересная и замечательная броня данного танка, которую тоже нужно было обсудить. То есть он со лба бронирован действительно хорошо. И вроде бы по корпусу не видно каких-то таких больших изъянов, как у ВК-7201К, чтобы просто брать и уверенно каждой тычкой пробивать его туда в огромную вот эту вот сиську, которая под башню находится. Здесь вроде бы такого нету, но есть вот такая вот интересная особенность. Поэтому берите на вооружение. Ну и что же у нас здесь остальное? Обзор будет очень долгим. Это орудие. И орудие на самом деле, на мой взгляд, отвратительное. Почему? Я не понимаю, откуда пошла такая тенденция с большой перезарядкой между выстрелами. Первый такой танк, на моей памяти, это был шарфутур, если не ошибаюсь. Потом появились Шкод Т56, но там окей, там большая альфа, как бы ты в принципе не замечаешь. Потом появилась Випера. Потом появилась ветка итальянских ПТ с большой дезарядкой. И теперь у нас есть тяж с огромной дезарядкой в 5 секунд. Ну, для меня это на самом деле настолько непривычно, неинтересно и некомфортно играть, то что, если честно, не хочется. Как по мне, это просто атовизм и все. У нас общая КД 35 секунд, 36 практически. Я играю с такой сборкой. У меня стояла улучшенная закалка, у меня стояла турбина, у меня стоял стабилизатор. Доп-паек, полностью прокачанный экипаж с полевой модернизацией. Здесь вопрос очень тяжелый, что прокачивать, что не прокачивать. Тут вы смотрите сами, просто собирайте его так, как вы хотите. Я посоветовал бы вам вездеходную ходовую, она дает плюс 7 к сохранению набранной скорости. Потом я бы, в принципе, вам посоветовал бы перераспределение энергопитания плюс 4 километра, потому что с турбиной у вас получается и так, в принципе, неплохая, да, уже 39. Вы ее прокачиваете, у вас получается максималка в 43, уделка в 46 кабел. Это прям хорошо. Но у вас бьется это по сведению и по горизонтальному наведению орудия для машин с неподвижной врубкой. Ну, там есть и другие. Потом можно, в принципе, где-то 2% прочности своего танка забрать и поставить, допустим, для стабилизации. Потому что закалка у вас там получается 2380. Если вы ставите усиленную платформу, у вас не усиленную платформу, а наоборот облегченную. У вас забирается 40 хп, но при этом добавляется по плюс 4 к стабилизации. Это более-менее сойдет. Ну, насчет звукоизоляции, тут, в принципе, тоже можно подумать ее поставить. Потому что, да, у вас немножко обзора съедается, но при этом вы меньше от арты страдаете. Ну, как, вы страдаете так же, оглушение просто поменьше будет и все-все-все остальное. Отстройку параллакса или там притирку шестерней наведения я бы не советовал ставить, потому что хрень и редки не слаще, если можно так правильно выразиться. Поэтому мы определились. Да, у нас 530 альфы. Да, у нас большой калибр, действительно, 130 мм. С другой стороны, ИС-7 и там все подобные машины, да, у которых там альфа 490, у них такой же калибр орудия. У нас здесь 266 пробивает базовые ББшки. Казалось бы, хорошо, но, окей, это хорошие показатели. 950 летает, не самые медленные снаряды. И есть голдовые подкалиберы, которые, в принципе, очень неплохо летают. 1350 пробивает 325, ну и как бы сойдет. С другой стороны, непривычно видеть у китайцев такое. Если пройтись по ветке, там, я не знаю, всяких 113-х, которых уже в раздел коллекционной техники отправили, WZ-111 модель 5А, насколько я помню, там же кумулятивы в 340. То есть, что у одного, что у второго, у WZ-175 я точно не помню. Но что-то мне подсказывает, что у него там тоже кумулятивы. И как-то непривычно здесь у нас нарисовывается подкалиберы. И что у нас получается? У нас получается максимально отвратительно ДПМ. Чтобы вы понимали, здесь ДПМ, если вы четко зарядили барабан, максимально быстро, да, максимально быстро его откидываете, все остальное у вас ДПМ 2078. Против любого тяжа вы отправляетесь в ангар, практически. Без разницы, если вот фул на фул тяжами встретиться, вы отправляетесь в ангар, вы никого не перестреливаете. Настолько долгий барабан с альфой в 530, да, ты даешь типа с барабана почти 1600. И как бы вроде бы круто. Но КД 5 секунд. Ты заряжайся 36 секунд, еще 10 секунд и потратишь на перезарядку внутри барабана. Итого получается 46 секунд. Это идеальной стрельбы. А если где-то досвестись? Да, не всегда успевается. А если где-то цели нету? Ты можешь этот один барабан просто минуту расстреливать. И это максимально некомфортно. В особенности вы поймете меня, когда у вас два снаряда и ты думаешь, блин, скипать или не скипать барабан. Да, тысячу. А потом опять долго сидеть в КД. А тут сейчас скипнешь и кто-то выйдет. И вот в этом проблема. То, что на 57 хэви это не проблема. 20 секунд, тук, и ты готов. У тебя опять фул барабан, да, и ты там 1600 эту даешь по КД. 50Б со скоростью может уехать, приехать и все остальное. У этого вроде бы есть броня, но этой броней не всегда получается танковать. Знаете, лучше иной раз играть с мобильностью, но без брони. Почему? Потому что скорость, за счет скорости можно уйти с броней. Можно действительно танковать, но заряжает голду и начинается проблема. Вот. И в этом-то и вся проблема данного танка. То, что у него годная мобильность. Он очень быстро набирает свою скорость. Да, с турбиной 39, с полевой модернизацией можно 43 сделать. И он будет уехать. И он, в принципе, очень даже подвижен. И он назад хорошо отходит. И у него там не самая лучшая скорость поворота. Ну, как для тяжа, не самая плохая. Обзор есть. У него как бы все присутствует. И броня при этом, да, и хп. Все остальное. Но вот этот барабан, он настолько тебя парализует. То, что тебе просто не хочется на нем играть. У нас есть очень хорошие тяжи. Всю жизнь, насколько вот, ну да, вот там долгое время. В танках, окей, можно так сказать. У нас было три барабана. Был быстрый, такой усредненный барабан. Это АМХ-50Б. Многие его любили. Он для многих статистов был. И все его знали, прекрасно понимали, что он, да, картон. Но есть вот такой вот интересный быстрый барабан. Был самый, вроде бы, не быстрый из этих танков. Но при этом самым ДПМным. И вроде бы самым, ну, комфортным по точности. Там по всему остальному барабан. Это Т-57 Хэви. Его можно было покачать. На нем можно было играть. Да, там 120-миллиметровочка. Но при этом там ДПМ на тысячу единиц. Просто, слушайте, на тысячу единиц базовый ДПМ лучше, чем у этого китайца. На секундочку, да, вроде бы уже и неплохо звучит. То есть это базовый. А если туда поставить остальные вещи и оборудование, точнее, да. Туда можно, в принципе, закалочку не ставить. Там ХП у нас без закалки будет, как у 116-го Х3 практически закалкой. С вентилем, с доппайком, со всем остальным. У нас получается ДПМ 3,5 на Т-50 Хэви. 3,5 тысяча ДПМ у вас получается на барабанном танке, который в точности лучше. Во времени сведения, в стабилизации, во всем, короче, лучше. В плане, вот, ведения огня. У этого 2 тысячи ДПМ, у этого 3 500. И был вот такой вот Т-57 Хэви. Потом появился у нас Крэнвеген, который вроде бы был такой вот бронированный. У которого было сначала вроде бы 4 пули, потом 3 пульки. Потом и так, и так его перебалансили. И в итоге, в одно время, он был действительно прям хорошим барабаном, коим он и является сейчас. Это очень неплохой танк. Немножко занерфленный, но все-таки. Потом появились всякие там Проджеты, Вриночеронты и все остальное. Но, как бы, не суть того, мы даже туда не будем смотреть. Потом ВАЗа 55. Вот именно возьмем классические барабаны. Потому что 116-ф3 он не тянет, как на вот такой мини-барабан у ВАЗы. Потому что не такая большая скорость. Ты не так быстро этот барабан раздаешь. И все остальное. Но и при этом он не дотягивает до вот таких вот барабанов. Там АМХ-50Б, Кронвагна. Хотя у Кронвагна тоже 3 снаряда. В принципе, его можно в эту плеяду танков отнести. Но, как по мне, он самый, ну, неказистый, что ли, здесь. То есть, если бы не было, в принципе, и люди бы не знали, что такое Т-57 Хэви. И этот танк бы внесли за глобальную карту. И он бы впервые появился. Да я уверен, что многие статисты, которые это, они бы сказали, да этот танк лучше. Да, у него, возможно, не такое там сумасшедшее, я не знаю, там базовая ББшка пробивает 258. Но при этом там кумулятив 340. При этом точность 0.31. Время сведения получше. Не намного, но получше. Барабан 22 секунды заряжается. С учетом того, что он вносит, ну, больше урона, не гораздо, но больше урона. Перезарядка там внутри барабана 2 секунды. Так как вы первую тычку дойдите, вы за 6 секунд перезарядитесь. А вам за 6 секунд вы, грубо говоря, только один снаряд скипните, а он вам уже все раздаст. И потом, пока вы будете второй раздавать, он уже будет заряжаться. Да, окей, он там в мобильности уступает, но если, в принципе, поставить туда турбину и также прокачать полевую модернизацию, будете, в принципе, так же ехать. Меньше ли у хомяка брони? Действительно меньше. Но, с другой стороны, если сравнивать его с бронированным тяжом, с каким-нибудь типа кранвагена, на мой взгляд, кранваген будет лучше. Он будет намного лучше. Почему? У кранвагена гораздо больше УВН. Да, вы можете сказать, что у 116F3 гораздо лучше корпус, все остальное. Базаромоль. Но при этом кранваген хотя бы что-то может танковать бортом. Он может танковать бортом в тот момент, когда 116F3 абсолютно ничего не может танковать бортом. И даже если я соберу кранвагена, допустим, под такую же сборку, как у нас играется 116F3, то кранваген, на мой взгляд, будет просто сильнее. Он просто сильнее будет. У него ДПМ в барабане выше на 700 единиц, точность у него лучше, стабилизация у него лучше, время сведения лучше. У УВН у того 116F3 минус 8, у кранвагена минус 12. И башня у него титановая, которая позволяет вообще, в принципе, тебя, да, никем и никак не пробивать, кроме ПТ-10. У 116F3 башня похуже будет. Барабан гораздо быстрее перезаряжается. КД внутри барабана по 2,75, то есть ты, грубо говоря, за 5 секунд раскидаешь свой барабан, в то время как на 116F3 ты только две тычки за это время раскидаешь. Вот. По мобильности, ну, естественно, кранваген будет гораздо лучше, гораздо мобильнее, все остальное. По ХП, да, он будет проигрывать. Ну, здесь у кранвагена, в принципе, всегда с этим проблемы были. Но если прокачать полевую модернизацию, немножко может, в принципе, и приблизиться где-то к нему. Вот. Брони в корпусе, ну, конечно, у кранвагена салба поменьше, но за ртом, бортами он хотя бы что-то может потанковать. И поэтому я, на мой взгляд, я не могу сказать то, что этот танк слабый. То, что 116F3 танк, который вам не нужен, то, что он там вас вообще радовать не будет. Нет, ну, просто он реально, ну, противный. Вот и все. Я не могу, кому-то, понимаете, кому-то нравится Випера, Минотавр, все остальное. Мне на этих танках играть скучно. Если вам нравится итальянский ПТ, то этот танк вам тоже понравится. Но для большинства игроков, да, многие ведь ждали убийцу Чифтейна, все остальное, даже и рядом не стояло. Чиф на голову выше, на голову выше, я не знаю, там, 279, на голову выше ВК-7201К. И для многих, если вы еще не взяли, если еще в размышлении, берите тапка и не пожалейте. Пробой в 750, вчера мы делали стрим, почти в 4К откатали. Танк сумасшедший, приятный, простой, все остальное здесь, но вы будете мучиться. Для кого-то, конечно, он покажется имбалансным, возможно, я игру не понимаю, все остальное, вы молодцы, напишите в комментариях. Но для большинства это будет тяжелый агрегат. Так что, ребят, как-то вот так. Но вы не забывайте подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки и писать комментарии. А для чего комментарии, поставить лайк, подписку? А потому что проходит розыгрыш голды. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше голды, нужно подписаться на YouTube канал, поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий со своим танковым никнеймом. И обязательно подписаться на телеграм-канал, который будет в описании, почему это мой танковый телеграм-канал. И там у нас 7 числа будут итоги розыгрыша по данному видеоролику. И мы там проведем итоги. Поэтому будьте там и следите за новостями. Всем большое спасибо, берегите себя и своих близких. До новых встреч, пока-пока.